Коллекция домашней аптеки насчитывает порядка ста препаратов. От самых простых против головной боли до сильнодействующих лекарств против гриппа. Казалось, ими можно вылечить целую армию. И зачастую родители скупают целые прилавки в аптеках после шокирующих сообщений в социальных сетях. Сегодня у нас умерла девочка с нашей школы. Господи, это что такое вообще с нашей школы? Новость об умершей девочке разлетелась по Приморью быстрее гриппа. Адресатом сообщения стала и Оксана Гришина. Подумала, что трагедия произошла в школе, где учатся двое ее дочерей. В социальных сетях мамы пошли еще дальше. Поставили диагнозы, поделились рецептом лечения. Мне так хорошо помог. Я сама лежала с температурой 40. Скорую вызывали, мне сказали грипп. А дочи дают для профилактики. Если такой вирус ходит и численность заболевших увеличивается, надо как минимум кровь в мочу сдать, я так думаю. Вот такие сообщения приходят очень часто и в чатах, и в ватсапах, и в одноклассниках. И волей-неволей приходится, ну, как бы, паниковать. Итог паники. Новый ингалятор за 2000 рублей. Мама троих детей уверена в безопасности семьи. 30 января в Надеждинске действительно умерла девочка. Причиной стал инфекционно-токсический шок и пневмония. По данному факту, следственным комитетом проводится доследственная проверка. И выясняется все обстоятельства произошедшего. В ближайшее время будет принято процессуальное решение. Случаи трагичные, но эпидемии нет. Она прошла в головах. Не на деле. В каждом классе есть баночка с дезинфицирующими таблетками. Во время эпидемии нам порекомендовали на ведро положить три штучки. Педагоги учебных заведений сообщения не игнорируют. Но гриппу и простуде относятся как к сезонному явлению. Пустые парты и коридоры. В школе карантин. В 2017-м статистика гриппа и ОРВИ рекордной не стала. Но карантин по расписанию. Дезинфицирующим средством учителя обработали все от потолка до пола. Соблюдали режим проветривания. Бактерицидными лампами обработали каждый кабинет. Прежде чем закрыться на карантин, а только начался всплеск заболевания, то учителя на переменах после того, как заканчивались уроки, они делали первичную санитарную обработку гигиеническую. Эпидемиологическая обстановка в Приморье стабильная. Уровень заболеваемости ниже на 12,5%. 45 детских садов и 91 школа ежедневно дезинфицируют свои помещения. Роспотребнадзор заверяет, цифры обычные. Нужно было делать прививки осенью, чтобы не впадать в панику зимой. В состав вакцины, которая применялась перед сезоном нынешнего года, входил именно тот вариант гриппа, который циркулирует. То есть H3N2. Паника рисует в головах родителей все, что угодно. В это время чиновники думают, как свести смертность от гриппа на нет. Одно из предложений в каждом учебном и дошкольном учреждении должна работать не просто медсестра, а врач-терапевт. Юлиана Сенько, Александр Малогин, Денис Семесинов. Панорама.